Меня зовут Георгий Котречко. Я фрилансер, бэкоразработчик, аналитик данных. В прошлом работал в Газпроме главным инженером, закончил РГГУ, Горный, и в прошлом году закончил программу Пандан, прикладной анализ данных Европейского университета Санкт-Петербурга. Еще я один из организаторов мастерской анализа текстовых данных летней школы, и мой доклад будет посвящен нашему исследованию Европейского университета в Санкт-Петербурге «Концентрация собственности в Великобритании. Использование открытых данных для понимания эффективного владения активами». Мы своей компанией называем это невидимая рука государства, явное и неявное присутствие государства в экономике Великобритании. Я постараюсь обойтись без Матана. У меня Матан будет в самом конце в виде ссылок на исследование, где вы можете более подробно почитать, как... Каким образом мы и наши коллеги отвечали на вопросы, которые встали в исследовании. Можно дальше? Так, здесь, собственно говоря, написано, кто я такой. Я просто не очень хорошо помню презентацию. Можете посмотреть. Дальше. В плане, собственно говоря, я рассказываю про нашу команду, область исследования, вопросы, которые встали в исследование. Дальше про данные и алгоритмы, которые мы применяли, какие результаты и выборы, выводы, выборы, выводы. И каким образом это можно применять в других зонах и масштабировать. Собственно говоря, наша команда — это Дмитрий Скугаревский, ассоциированный профессор по эмпирико-правовым исследованиям Европейского университета, Институт проблем правоприменения. Это наш научный руководитель. Наши коллеги из колтеха — Никита Поспилов и Кирилл Половников. Кирилл как раз автор одного из алгоритмов, которые будут здесь представлены. И наша команда проекта — это Алексей Суханов, Ильяс Асланов, Валерия Моисеева, Расул Абдул-Халиков и я, Георгий Катричко. Мои коллеги, конечно, более известны в научной среде, чем я. Вот. Дальше. Так, так, так. Собственно говоря, данные мы брали в британской регистрационной палате. Это Companies House. Если вы погуглите, на их сайте есть доступы к архивам, по-моему, с 2014 года открытых финансовых данных всех компаний. Ну, не всех, на самом деле, там процентов 70 или 80, потому что все еще часть компании подает на бумаге, особенно крупные. там присутствуют данные финансовой отчетности, то есть сколько приход, расход, сколько на зарплату ушло, даже налоги, сведения о владельцах компаний и лицах, принимающих решения, то есть как различные CEO, CTO, так и акционерах. Это вопрос, который мы перед собой ставили, каково взвешенное по доле конечного владения распределение чистых активов организации Великобритании. Забегая вперед, мы на этот вопрос не ответили, но мы ответили на некоторые другие вопросы, которые встали перед нами в исследовании и смогли найти некоторые забавные вещи, о которых я вам чуть позже расскажу. Дальше. Зачем вообще все это нужно? Так как у любого исследования должно быть обоснование, ну, я думаю, я должен о нем рассказать. Это подотчетность правительства, то есть определение государственных владельцев в сети собственности, это повышает прозрачность работы государства и позволяет понять, кто заинтересован, кто контролирует определенная компания и так далее. Это позволяет анализировать экономическую политику государства, понять, как распределяются ресурсы. Распределение ресурсов, это очень интересный момент, он больше про неравенство, чем про то, на что государство тратит деньги. Условно говоря, если у нас 30-40 процентов экономики сконцентрировано в одних руках по конечным владельцам, с точки зрения капитализма, это не очень хорошо. С точки зрения других форм экономики я ничего говорить не буду. Также это помогает, прозрачность помогает повысить инвестиционную привлекательность. Ну, для Великобритании, мне кажется, это не так важно, но для других стран вполне. Если что, забегая вперед, наш алгоритм можно применять и к российской экономике, и к… Мы тестируем… А? Есть ли данные? Данные есть, об этом чуть позже. Они, правда, не бесплатные. Позволяет бороться с коррупцией и… Опять же, первые и последние пункты связаны. Осознать, насколько государство влияет на жизнь простых граждан, насколько оно сильно вмешивается в эту жизнь. Дальше. Тут про сбор и дальше. Обработку данных. Собственно говоря, это… Какие у нас данные были? Это больше, чем терабайт данных с архивов Companies House. Я обрабатываю это около месяца, если не дольше. Это данные Орбис. Есть такое агентство Moody's, которое проводит различные экономические исследования. Орбис – это база данных компаний, которые так или иначе принадлежат государству, по мнению Moody's. Это британские списки компаний с госучастием. Они здесь перечислены. Ну и в принципе, это наши основные источники, потому что данные по собственникам мы также получали через архивы и из авторитетных источников. забыл здесь добавить, так как в электронном виде есть не все компании, в том числе Foodsy100, это 100 крупнейших компаний Великобритании, отсутствуют в архивах Companies House, их пришлось отбирать вручную. Главная проблема, с которой мы столкнулись, это прям огромная проблема, то, что если в России есть 1С, которая в принципе является единой платформой, то в Великобритании порядка десятка различных, я не скажу, что стандартов, форматов подачи данных. То есть нам нужно было на первом этапе определить, каким образом каждый из этих стандартов размечает Xbrail файлы, ну это XML по-простому, таблички. Каким образом они указывают валюты, потому что где-то прямо написано, что это британский фунт или рубль, где-то там сложная система внутренних ссылок, которую я тоже понял не сразу. Несмотря на то, что данные должны подаваться в Xbrail формате, кто-то просто сохранял это как HTML табличку или делал просто обычную таблицу, опять же, в HTML, где, ну, кто писал код HTML, тот понимает, или кто его читал, это TL, TR, то есть вообще непонятно. И последняя, но не меньшая проблема, это аномалии. То есть условно у нас периодически встречались компании, которые стоят дороже, чем Rolls-Royce, о которых мы никогда не слышали, о которых никто не слышал. Таких достаточно много. Или компании, у которых происходит неожиданный рост. То есть была небольшая компания, у которой стоили 200 тысяч фунтов уставного капитала, так она несколько лет существует, в ней ничего не происходит, и внезапно у нее откуда-то появляются инвестиции под несколько сотен миллионов. Это можно считать ошибкой, но у многих компаний, ну, несколько таких было обнаружено, они принадлежали, на самом деле, одна из них, например, принадлежит Дибирсу. Дибирс – это крупнейший в мире производитель алмазов. Ну, это просто перераспределение финансов внутри большой корпорации. Мы это учитывали за счет того, что смотрели, кому принадлежит компания. Если владелец этой компании валиден, ну, то есть, если, допустим, есть компания, про которую мы говорим, есть Дибирс, между ними можно определить связь, значит, это не аномалия. Если это какая-нибудь странная компания, зарегистрированная на Сейшелах, то это, очевидно, аномалия. Ее можно спокойно выкидывать. Может, там просто надо было чуть дольше цепочку владельцев пускать? Ну, мы цепочку владельцев отслеживаем от начала, то есть, например, от государства или от какого-нибудь крупной корпорации до самого низа. Дальше. До нас исследование владения компанией проводила группа исследователей из Тюриха. Для простоты я называю Витали и другие. Это достаточно простой и, как сказать, straightforward понятный алгоритм, основанный на обработке матрицы смежностью. То есть у нас есть матрица, таблица матрица с собственниками и с компаниями. У нас есть распределение владения от нуля до единицы, то есть каким пакетом акций, допустим, владеет собственник. И через обработку этой матрицы мы получаем результат. То есть есть список компаний, есть проценты по владениям. Проблема этого алгоритма в том, что алгоритмическая сложность у него достаточно высока. И сложность по памяти. То есть самый большой массив данных, который я смог обработать, это, по-моему, 200 на 200 тысяч строк. Это мало, учитывая то, что у нас в базе где-то 8 миллионов компаний. И, как оказалось, существует так называемое цикличное владение. То есть компания А владеет компанией Б, компания Б владеет компанией С, а компания С имеет долю в компании А. Этот алгоритм тоже не может учесть такую ситуацию. И наши коллеги это решили достаточно просто. Они просто не считали цикличное владение. Вот. Дальше. Алгоритм Альфа-Айкон, который, собственно говоря, разработали наши старшие коллеги из Колтеха. Сейчас я подсмотрю, если вы не против. Да. Собственно говоря, автор Кирилл Половников. Сеть владения представляется в виде графов. Графа. Графов, потому что некоторые из них не связаны. И начало примерно такое же, как в предыдущем алгоритме. То есть мы создаем большие матрицы, но после этого мы применяем меру центричности узлов. Это, если вы погуглите, мера центричности КАЦА, кажется. Лево КАЦА. Которая определяет супервладельцев, то есть тех, у кого наибольшее количество связей. Связей исходящих. И суперцели. То есть некие компании, которыми владеет наибольшее количество людей. Обычно это какие-нибудь фонды. И после нескольких итераций позволяет сократить путь от владельца до конечной цели, до минимального. То есть в принципе он использует те же методы, что и предыдущие, но позволяет в реальной жизни снизить алгоритмическую сложность до ОНН. То есть до минимальных значений. В более сложных ситуациях там, по-моему, ОН плюс размер матрицы в кубе, но это скорее умозрительная ситуация, потому что в реальной жизни с такой столкнуться нельзя. Так. Дальше. А, это, там будет ссылка на наш отчет по проекту, это то, как оно происходит. У нас есть некая государственная компания, которая очевидно государственная. Мы от нее отслеживаем путь до крупных узлов и переходим к конечным владельцам. Это позволяет не пробегать нам всю большую структуру, и, так сказать, сосредоточиться на главном. Можно дальше? Дальше. Если в Орбисе есть, как здесь написано, 410 организаций, которые Мудис считает точно государственными, то наш алгоритм позволил увеличить это количество в пять раз. Мы отследили 2100 организаций. Да, 2100 организаций. Как это можно применять, в принципе? Самое простое, для чего эти два оба алгоритма можно использовать, это мониторинг соцсетей. То есть не обязательно же использовать как фильтр владения или стоимость. Можно какие-нибудь свойства страницы пользователя. Я имею в виду не активность, а хоть возраст, хоть количество друзей, хоть понимание того, насколько эта страница реальна или нереальна, по количеству и типу фотографий, допустим, или по поведению. Анализ сеток телеграм-каналов, экономическая безопасность. Собственно, экономическая безопасность – это первое, о чем я подумал. Отслеживание конечных бенефициаров – это первый вопрос, который возникает, когда ты приносишь договор на подписание в службу безопасности и так далее. Этого нет в моей презентации, но помимо всего этого мы работали с российскими данными. Ну и с датскими, но датские были не очень интересны. Как оказалось, российские данные гораздо чище британских, государственные. Но и там есть нюанс. Например, этим летом РБК выпустила статью о том, что Федеральная налоговая служба отчиталась о сборе порядка квадриллиона рублей в резком росте налоговых сборов. Там появилось огромное количество экспертов, которые это как-то объясняли, например, тем, что у компании резко возросли расходы из-за ситуации в мире и все остальное. Но на самом деле все проще. Это была ошибка. Обычная бухгалтерская ошибка, которую можно было бы вычислить, если бы к данным подходили более критично. То есть там была компания, которая вообще неизвестная компания, которая занимается, по-моему, там морожкой или чем-то таким, которая увеличила свой оборот за год в несколько сотен раз. Просто из-за того, что бухгалтер ошибся в запятой и подал эти документы в налоговую службу, а налоговая служба такая, ну ладно, ок. Кстати, данные налоговой службы находятся в относительно открытом доступе. Их наше государство за какую-то не сильно большую сумму продает, открывает, так скажем, доступ. Все законно, если что. Дальше. Да, собственно, здесь благодарности всем. И ссылки на МатАМ. Это вторая и третья ссылка. Это алгоритм Альфа-Айкон, как работает. Это как алгоритм Виталия Атол. Четвертое. Это применение алгоритма Альфа-Айкон в исследовании неравенства в России. И пятое. Это доклад наших коллег, точнее наших коллег, моих коллег, вышеупомянутых, про это исследование. Собственно говоря, часть своих, часть изображений и часть своего текста, который где-то у меня в голове есть, я взял как раз оттуда. Я не считаю это плагиатом, потому что я один из авторов. Дальше. И все. Да, вопросы. Там есть мой телеграм-канал на 45 человек, там ничего интересного нет. Но я решил вставить, раз уж есть место. У меня подчеркнул вопрос из отдельного источника. Почему при исследовании экономической, по сути, темы, при исследовании компании не взяли в команду экономистов? Собственно говоря, я экономист по образованию. Это во-первых. Во-вторых, Ильяс, тоже экономист, специализируется как раз по экономике Великобритании и Ирландии. И Лера работала в датском консульстве в Санкт-Петербурге, тоже экономистом. Я просто поясню продолжение вопроса. Уточняли, что поскольку вы отбрасывали часть данных, возможно, само исследование после этого становится несколько объективно. Мы отбрасывали аномалии. Если брать алгоритм коллег из Цюриха, то они скорее исследовали саму возможность. Наше исследование того, как распределяется собственность, то, что мы как раз сравнивали с Орбисом, на мой взгляд, вполне валидно. То есть, да, существует вероятность, что мы отбросили какое-то количество валидных компаний во время нашего исследования, но это все-таки количественные исследования. Мы всегда что-то теряем. Спасибо. 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 Спасибо.